Сообщение Минобороны о внезапной проверке сил реагирования не на шутку возбудоражила сеть. Отдельным изданием эта новость подкинула работы придумать свою, пугающую народ, версию событий. Правда, сделать это не просто. Планы и причины проверки белорусской армии профильное министерство сразу же разложило по полкам. Воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершение марша в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач. Цель проверки – оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества, в целом, ни для соседних стран в частности. Что будет происходить в армии, воинские части и подразделения отработают задачи на незнакомой местности и в условиях быстро меняющейся обстановки. Постепенно состав сил будет наращиваться, чтобы проверить боеспособности на земле и в воздухе. Придуман сам формат обучения не сегодня. Вот проверки 2014, 2016 и неспокойного 2020 года. Быть готовыми дать отпор любым провокациям и угрозам эту задачу президент всегда ставил перед белорусской армией. У нас есть все возможности для того, чтобы держать нос по ветру, как в народе говорят, и реагировать на каждое их телодвижение с оружием. И даже не с оружием, а на их замыслы, этих вооруженных сил. Я не драматизирую события, но военных предупреждаю. На любое возможное их телодвижение у нас должен быть адекватный ответ. Вот ваша задача. Мы не бряцаем оружием, мы не хотим никаких войн. Мы не богатая страна, но мы никогда не были богатыми. Поэтому нам чужие богатства и чужие территории не нужны. Дай Бог освоить, как надо, эту землю. Поэтому если кто-то хочет с нами разговаривать, как с мирными людьми, пожалуйста. Но если кто-то к нам с мечом придет или с ружьем, у нас есть чем ответить. Но в нынешней геополитической обстановке военная собранность просто необходима. На севере и востоке соседней Польши по дорогам и автомагистралям курсируют колонны спецтехники. В стране начались масштабные военные учения. Официальная Варшава просит граждан не фотографировать милитари-маршруты и готовится покрасоваться перед НАТО. Весь май Североатлантический альянс планирует вести крупнейшее учение на полигонах 19 европейских стран, а также в акватории Балтийского и Северного морей. США отправляет 12 тысяч военнослужащих. Еще 6 тысяч солдат подготовила Европа. Аналитики уверены, это очередная попытка срежиссировать конфликт и втянуть в него Беларусь и Россию. Польша сконцентрировала вооруженные силы на границе с Республикой Беларусь. В прошлом году был затяжной конфликт с мигрантами, но поскольку военная операция пошла уже на территории Украины, и все внимание стран НАТО и Соединенных Штатов оказалось приковано к этому театру, то Беларусь отошла на второй план. Но это не значит, что Беларуси не стоит готовиться, не стоит быть на чеку, потому что вероятность того, что Польша все-таки воспользуется каким-нибудь формальным предлогом, погода плохая, ворона села не на том столбе, для того, чтобы перейти польско-белорусскую границу и вторгнуться на территорию Республики Беларусь. Найти повод для обострения НАТО пытается не особо скрывая намерения. Точек для возможной нестабильности в регионе хватает. Для расширения вот этой дуги нестабильности служат Молдавия и Приднестровье. Пытались тянуть и Грузию, и Азербайджан, для того, чтобы, например, Азербайджан разморозил конфликт в Новорном Карабахе, что, естественно, тоже бы растягивало российские вооруженные силы, которые бы пришлось применять и там, для того, чтобы примирить эти республики. Хочу напомнить, что в следующем в очереди стоит Калининград. Эти учения натовские вполне могут перейти в прямое включение в военный конфликт. Да потому убедиться в собственных силах и, что уж говорить, напомнить о них амбициозным соседям будет не лишним. Комплексный характер внезапной проверки сил белорусской армии в Министерстве обороны подчеркивают неспроста. Беларусь не собирается грозить кому-либо дулом, но и на провокации закрывать глаза не планируют.